На делу Болткома. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. И, в общем-то, всем доброго дня, насколько это возможно. Время действительно сложное, военное. Программа «Диагноз недели». Военная, слава богу, не у нас, у наших соседей. Но, тем не менее, вот эти отголоски военного времени у нас тоже аукаются. Мы видим и поток беженцев из Украины, и постоянно тема войны эмуссируется. Эмоции военного времени. Вот так врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов сформулировал сегодняшнюю тему. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. С эмоцией военного времени... Мы все с ними сейчас пересекаемся. Мы живем в этом эмоциональном пространстве, которое наполнено, в основном, неположительными эмоциями. Я с ними еще и дополнительно пересекаюсь у себя в кабинете, общаясь с моим пациентом. И, в общем-то, почти у каждого тема войны как-то звучит. Я с ними встречаюсь, ну, естественно, в социальных сетях. Телевизор я не смотрю уже много лет. Уже часы смотреть его практически нечего. Наверное. И я, естественно, вижу все, что происходит между людьми в повседневной жизни, но, наверное, тоже смотрю на это психотерапевтическим взглядом. Ну, какие у нас, естественно, и блоки? Если разделить. Один блок – отношение людей вообще к войне, как к таковой. Второй блок – отношение людей друг к другу. Ну, на фоне этого я имею в виду здесь отношения просто столкновения в соцсетях и отношения между близкими друзьями и членами одной семьи, коллегами по работе и так далее. Волей-неволей у нас в отдельную тему выходят отношения к беженцам. И, наверное, что-то еще можно вспомнить. И вот эти все темы болезненны до невозможности. Я, наверное, даже начал с темы беженцев, которые последнюю упомянул. Очень много в пространстве об этом информации. Есть информация о страдающих людях, которые приехали сюда в зимней одежде или без одежды, у которых нет, не осталось ничего. Точно так же упоминают о людях, которые приехали на дорогих машинах, ставя тем самым под сомнение слово «беженец». Есть истории о плохих беженцах, об агрессивных беженцах, беженцах, крайне недовольных людьми, которые их принимают, или страной, которая их принимает. Этих историй много. И люди, дискутируя друг с другом, пытаются брать ровно один из этих аспектов и только им и оперировать. Ну, какие-то беженцы, если они ведут себя вот так. Или какие-то беженцы, которые ведут себя, приезжают на дорогих машинах, живут в дорогих отелях или хотят жить только в Юрмале. И люди, которые их стыдят, говорят, посмотрите на несчастных, голодных, напуганных людей, которые примечались сюда не по своей воле. Ну, что в этом можно сказать? Я думаю, что мы возьмем 100 тысяч человек, неважно, из Латвии, из Америки, из Украины, из России, из Китая, откуда угодно. Во-первых, из этих 100 тысяч человек будет свое количество обычных людей с плюсами и минусами, будет некоторое количество психопатов, будет некоторое количество просто плохих, неблагодарных людей, преступников, агрессивных людей и так далее. Когда мы это количество перемещаем в другую страну, все это проявляется. И, конечно же, обычно люди, которые плохо себя ведут, люди, которые проявляют себя не с лучшей стороны, бросаются в глаза ярче, чем просто поток несчастных, обездоленных людей. И эти истории передаются из уст в уста, и, да, они вполне достоверны. Я сам слышал энное количество вполне себе возмутительных историй из достоверных источников. И точно так же я понимаю, что это не является показателем для отношения ко всем беженцам в целом. Кроме того, если возьму 100 тысяч человек, из них будет энное количество обычных средних людей, только мы их поддержим под обстрелами, под лишением каких-то жизненно важных вещей, в чувстве страха и неопределенности. И многие из них, как говорят, в медицине декомпенсируются. А что это значит? Ну, они вынесут в нормальное стомирование состояния, впадут в состояние тревоги, страха, паники, раздражения, ярости и чего угодно. То есть все это будет проявляться. То есть, наверное, мы прекрасно знаем по себе и по своим близким. Человек, у которого неприятности на работе, может, придя домой, наорать на кого-нибудь, или может поссориться с друзьями, или еще что-то, сделать подобное. Ну, а теперь представитель, который не неприятности на работе, а неприятности во всей его стране. Он остался без жилья, без дохода, без собственной страны под ногами, оказался в чужой стране. И да, он может вести себя не лучшим образом. Я думаю, что помимо отношения к самим беженцам становится таким аргументом в дискуссиях людей, которые смотрят на конфликт в Украине по-разному. И здесь беженцы, они приехали сюда, их будут встречать, они будут заботиться, их будут обустраивать. Наверное, те из них, кто будут вести себя недостойным образом, так или иначе, скорее всего, их как-то призовут к порядку. Но настороженность в людях уже существует. То есть я знаю человека, который сдается в собственную квартиру. У него хочет снять квартиру беженка с двумя детьми. Вполне себе насколько он обеспеченная женщина. Но он говорит, у нас такие законы, в основном они через полгода скажут, извините, у меня нет денег, ее несовершеннолетними детьми никто из моей квартиры не выселит. Никто. Я просто останусь без собственной квартиры. Я полон сочувствия, я не могу рисковать своей недвижимостью и своим доходом. Поэтому, наверное, грехово за это осуждать. И это тоже вот это чувство настороженности. Точно так же начинают звучать аргументы, а вот к беженцам из арабских стран вы относились по-другому. Их вы-то не хотите. Мы слышали же эти истории, что там кордоны на границе с Белоруссией. И там насколько это вот, ну, в принципе, было, кажется, что как будто бы беженцы тоже из зоны военных действий, которые тоже лишились там крови и всего, но их заворачивали назад. Мне трудно говорить, потому что было там, потому что я вижу. Здесь я вижу людей, и очень много людей, которые искренне и много помогают тем самым беженцам. Это люди, которые организовывают им помощь, это люди, которые заботятся об отдельно взятых семьях. Это мои друзья, которые как-то стараются координировать помощь, начинают помощь отдельно взятым людям и кончают доставку их от границ в Латвию. По странному совпадению, вот именно эти люди, занятые конкретной помощью, не пышут благородным гневом в соцсетях, не ругаются, не брызгают. Слюной друг в друга и так далее. Наверное, всё-таки то количество энергии, которое уходит на реальную помощь страдающим людям, оно как-то достаточно, чтобы ещё ругаться с кем-то в социальных сетях. Поэтому, мне кажется, сейчас для нас, для всех эта тема беженцам, она и эмоциональна, и это такой, не люблю пафос, но это такой тест на человечность. Тест на человечность, но не на человечность, скажем так, безусловную и безмозглую, и рациональную, потому что мы можем помогать людям, мы можем терпеть какие-то материальные ущербы, но, наверное, не приносить себя в жертву. Жертвоприношение обычно никем не оценивается. Далее. То, что происходит между друзьями, между членами семьи, это тоже накапливается. Здесь очень заметен конфликт между поколениями. Очень многих людей есть родители, бабушки, дедушки, которые в основном всё время жили в пространстве российского телевидения и мыслят исключительно категориями официальной точки зрения, которая звучит на России или звучала на российских телеканалах. И эти люди искренне верят, что, да, происходит деноцификация, что происходит борьба с нацистами, что украинцы сами взрывают свои города и дома, и их дети и внуки на них обижаются. Это серьёзные внутрисемейные конфликты. Вплоть до того, что невозможно общаться, невозможно разговаривать, я не могу с такими людьми иметь ничего общего, это людоедская позиция и так далее. Мне хочется спросить, вот эта война рано или поздно закончится? И как показывает человеческая история, сейчас говорят, что это ужас, мы, наши народы, рассорились на века. Сталет не прошло с окончания Второй мировой войны. Десятки миллионов покойников, 26 миллионов жертв в Советском Союзе. Отношения России с Германией всё время были более чем хороши. Никто не с кем, никому не обрел кровную месть, бизнес-отношения, дружеские отношения, культурные связи и так далее. Франция и Германия, в принципе, тоже. Франция и Германия, все с кем-то воевали, на самом-то деле. В Франции с Германией, так вообще там были ещё со времён наполеоновских войн, там всё время конфликты, да ещё раньше, наверное. Польша помогает Украине. Волынская резня, которую все слышали и знают, и которая не является чьим-то домыслом, то, что тоже было во время Второй мировой войны, не осталось на веки камнем предковения для общения. Поэтому мне кажется, что народы мирятся. Но у народов есть десятилетия или столетия для этого. У стран есть бизнес-интересы, которые часто превыше эмоций. И обычные отношения между государствами в долгосрочной перспективе строятся не на эмоциональной основе. А наша жизнь измеряется достаточно кратким сроком. Вот кончится война, наступят мирные отношения, поменяется власть в одной, в другой стране, в обеих странах, неважно, начнут с чистого листа, насколько это возможно. А вот как здесь? Как вы будете смотреть в глаза своим родителям, бабушкам, дедушкам, с которыми вы из какого-то праведного гнева перестали общаться? И насколько праведен ваш гнев, если он вам запрещает поддерживать близость с людьми, которые вас любят, любили, вырастили и так далее, но ваш праведный гнев позволяет вам прерывать отношения с ними. И поскольку все не вечны, будет ли у вас время попросить у них прощения или выслушать их просьбу о прощении? А может, это всё навсегда останется мысленным диалогом с самими собой, фантазией? У меня буквально вчера был на эту тему разговор, но здесь, кстати, ситуация прямо противоположная. Более старшее поколение как раз-таки смотрит, слушало эхо Москвы, и поэтому как раз-таки было за Украину, а молодое поколение, как ни странно, парадокс, но... Редкий случай. Да, это редкий случай, но, тем не менее, разговаривая как раз с представителем как раз более старшего поколения, пытался объяснить и сказать, что на самом деле, что главнее, победить в споре или сохранить какие-то отношения в семье, мир в семье, и насколько, оценивая, что более имеет важное значение, наверное, нужно принять вот как раз-таки решение о том, ну вот затрагивать ли эти вообще темы в разговоре в семейном, или попытаться просто, ну, загасить эту тему, потому что понятно, что она, ну, если невозможно человека переубедить, или встать на его точку зрения, это бессмысленный совершенно спор, который, ну, просто имеет своей конечной целью разрушение семейных отношений. Разрушение, ну, такое хорошее слово, потому что, мне кажется, даже города отстроить легче, чем отношения. Тем более, что эти конфликты, они ведь зачастую, не знаю, как конфликт католиков и гугенотов. Это вопрос веры во многом. В общем, вера часто перевешивает реальность. Я знаю историю моего знакомого. Мама звонит своей сестре в Украину, какой-то город, который как раз под бомбежками, и та ей рассказывает из Украины, что нас тут бомбят, стреляют и так далее. Мама говорит, это неправда, тебя обманывают. То есть вот эта вот вера, которая отрицает, вера, которая подвергает цензуре реальность. То, что ставит под сомнение мою систему ценностей, просто не имеет права на существование. Я думаю, что это есть с обеих сторон. Заметьте, даже сайты вполне себе либеральные, «Медузы» и так далее, когда они печатают какие-то новости, сводки, они указывают, что просим учитывать, что информация, поставляемая воюющими сторонами, может всем достоверна, и надо воспринимать определенные доли скепсиса. Что, в общем-то, правда. Что, в общем-то, правда. Вообще нас виртуальный мир приучил к тому, что любая прочтенная информация, для начала ты задаешь себе вопрос, а правда ли это, а потом ищешь ей какие-то подтверждения. Насколько доверяешь источнику, насколько ты доверяешь тому, что изображено и так далее. Это, конечно, звучит странно, но тем не менее. Вот эта борьба за ценности, мне как-то странно, когда люди с обеих сторон, каждый борется за гуманизм, за справедливость, за прекращение агрессии. В этой агрессии люди теряют человеческое лицо. Причем люди, которых я знаю давно, очень интеллектуальные и вроде бы интеллигентные люди, которые напрочь теряют способность к рефлексии, которые своих оппонентов в соцсетях, тоже интеллектуальных и интеллигентных людей, буквально кроют матом в комментариях, что просто странно. И как раз их рефлексию они считают бесстыжей. Говорят, ваша бесстыдная рефлексия, мы живем в черно-белом мире, за или против. Вообще, заметьте, мы живем в мире, который теперь, как это когда-то было, с кем вы мастера культуры? Да. Вот теперь, с кем вы просто, вот их требует, это недавно был текст какого-то украинского психолога или психоаналитика, который был адресован своим российским коллегам, что-то вроде открытого письма, где было сказано, да, вы говорите, что вы за мир, что война – это ужасно, за прекращение войны. Нет, этого мало. Должны сказать, мы живем в фашистском государстве, и наше фашистское государство напало, и мы виноваты тоже, и вы должны бесконечно каяться за все это. То есть появилось удивительное количество людей, которые научились предъявлять претензии целой группе своих коллег, даже не потому что не диаметрально противоположных взглядов, а потому что недостаточно категоричны в обозначении своей позиции. То есть люди занимают такую то ли прокурорскую, то ли судейскую позицию, наступает такой, как в христианстве, этот страшный суд. Везда, страшный, потому что все всех судят, потому что судят коллег, мы уже говорили, судят родителей, судят друзей, причем опять судят не за то, что, окей, человека осуждают за то, что он говорит, да, пойдем, расстреляем, победим, уничтожим и так далее. Человека могут осудить за то, что он говорит, ну, все не так однозначно. И в мире все неоднозначно. Попытка создать черно-белый мир говорит или о дефекте твоего зрения, или о том, что ты отказываешься видеть нюансы, которые могут как-то повлиять на твое суждение. Это тоже такой защитный механизм. Я хочу защититься и так далее. В годы, кстати, гражданской войны, это было, наверное, один из, я помню, как или в фильме это был какой-то эпизод, вот именно когда человека ловят вооруженные люди и спрашивают, вот ты за красных или за белых, и он понимает, что от этого правильного ответа зависит его жизнь. Он может быть ни за красных, ни за белых, он просто вот стороной хочет просто мирно жить, но он понимает, что вот если он не угадает правильную сторону, его тут же расстреляют на месте. И вот этот вот ужас вот в его глазах, ну просто вот помню, что это вот какой-то жуткий момент. И очень похожая была сцена, более, конечно, решенная с долей юмора в фильме «Хороший, плохой, злой», когда война севера и юга. И два вот бандита, они видят, значит, ну идут какие-то вооруженные части, они пытаются понять, кто это, вот северяне или южане. Он говорит, ну или серые мундиры, или синие. Если синие, значит, это... И они видят, вроде серые. И начинают кричать, там, долой, там, генерала Гранта, там, да-да-да, а потом проходят стряхи и вот пыль и выясняется, что у них на самом-то деле были просто серые от пыли. И они понимают, что они не угадали и их вот тут же хватают и чуть ли не ставят к стенке. Ну, то есть, вот да, этот вот какой-то вот максимализм, вот эта категоричность, она... Ну, это категоричность в социальных сетях, бог с ней. Если мы вспомним Шолохова, донские рассказы и рассказы Бабеля и оказывались по разные стороны члены одной семьи, где сын мог расстрелять отца, отец, может, был у Шолохова, подожди, вот придут, мои другие сыновей с тобой разберутся и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, не всегда интересно. Вот сейчас, к сожалению, в Украине льется кровь в прямом смысле слова. У нас пока льется кровь в словесных баталиях. Но чуть-чуть поменяются исторические обстоятельства, чуть-чуть изменятся условия, насколько мы здесь будем далеки или близки от реального кровопролития, насколько друзья, родные, близкие люди будут способны друг друга защитить или нет, или наоборот пожертвовать этими отношениями. Все об этом задумываются, такие смутные времена. Ну, это, господи, не так уж давно были события Второй мировой войны, когда соседи, кто-то спасал своих соседей, кто-то, наоборот, сдавал своих соседей. То есть, это, и, в принципе, это тоже был такой тест на человечность, и на... Да, ну, это обычно проходило между соседями, такое редко было в одной семье, или между близкими, друзьями, хотя, наверное, бывало всякое. Вот этот поток... Ну, это, причем я, наверное, не могу не осуждать, я понимаю, почему каждый человек, который живет в это время, когда люди только-только оправились теперь эта мысль, не живем ли мы в преддверии ядерной войны, это, конечно, держит людей очень мощного напряжения. Кажется, напряжение справляется, как умеет. Кто-то это агрессию выплескивает в социальных сетях, в личных конфликтах, кто-то это агрессию выплескивает в том, чтобы бесконечно делать перепосты разных созвучных твоему восприятию текстов. Многие сейчас в Фейсбуке поудаляли друг друга из друзей, заблокировали и так далее. Я грешен не удалял, но я, в общем-то, отписался от многих людей, которые постоянно пишут одно и то же, и мне это, их право на свое мнение, но мне это скучно считать, и постоянно поток агрессии немножко действует на нервы. Вот мне кажется, что помогать беженцам мы будем, и каждый будет помогать в силу своих возможностей и желания. Помимо беженцев, у нас здесь есть свои вокруг люди, которые тоже в этом поле войны очень страдают от этого. И я думаю, что это количество агрессии и злости, которые мы выпускаем наружу, потому что держать их в себе это нас просто взорвет, все стоит задаться вопросом, что же происходит, почему это так прорывается. Кстати, в частности, когда я думаю о этих конфликтах в семьях, когда люди перестают общаться, если в семье всегда была любовь и близость, то, скорее всего, люди прекрасно уживаются, они просто не вступают в эти дискуссии. У нас есть наша семья, у нас есть наша близость или наша дружба, мы просто эти темы с нас могут быть разные взгляды, мы просто не будем об этом говорить, потому что куда важнее сохранить семью, сохранить человечность, сохранить заботу друг о друге. Я думаю, что это, возможно, кто-то тоже скажет, что я недостаточно категоричен, но поскольку я могу помочь только двумя способами в этой ситуации, я могу помочь каким-то образом материальным или как-то еще беженцам, я могу помогать моим пациентам справляться со всей этой историей и с той дополнительной тревогой, которая выросла на этом, я могу помогать, разговаривая с людьми за пределами моего кабинета, чтобы тоже как-то эта агрессия уходила в неразрушительное русло. Я думаю, что это на самом деле может делать практически любой человек. Но вот если эта агрессия все равно присутствует в человеке, ну то есть какое-то возмущение, ну я понимаю, что это чувство собственного бессилия против того, что ты понимаешь, что происходят какие-то вещи, которые тебя очень сильно возмущают, но ты совершенно не имеешь возможности оказать на эти процессы влияния. Вот каким образом можно выплеснуть этот негатив так, чтобы не навредить окружающим? Во-первых, ты ловишься вообще на мысль, что ты хочешь навредить кому-то из окружающих. Это уже повод всерьез задуматься. Ты хочешь навредить не кому-то, кто реально убивает людей, или еще, что ты хочешь навредить живущими рядом с тобой мирным людям. Агрессия вырывается в самых неожиданных формах. Кстати, вот сейчас я думаю, буквально вчера, по-моему, на вручении Оскара инцидент, когда американский комик Крис Рок, говоря, ведя к душе церемонии, он пошутил о жене Уилла Смита. Уилла Смит поднялся на сцену и ударил его по лицу публично. Казалось бы, вроде бы эпизод. Мне кажется, раньше, представься, было невозможно. То есть, что-то произошло в публичном пространстве, когда человек выпускает агрессию вот таким образом, публичным, физическим насилием. Я не думаю, что Уилла Смита сильно затрагивает ситуацию на Украине, не знаю. Хотя, вот, Шон Пен требовал позвать Зеленского на вручение Оскара, иначе гордился разрушить все свои оскарские статуэтки. Вот. Но, мне кажется, это количество агрессии вокруг и за последние годы незаметно выросло. И оно может проявляться в самых неожиданных и неприятных формах. Поэтому, мне кажется, любой человек, который ловит себя на мысли, что он хочет причинить кому-то из окружающих вред, у этого есть, наверное, как бы сказать, проявление практическое. Есть люди, которые собираются, едут воевать в Украину. На то или на другое своемости, у них есть свои взгляды, они едут воевать. Это тоже агрессия. Эта агрессия есть какое-то обоснование. Я готов рисковать жизнью и своей, и чужими, за то дело, которое я считаю правильным и праведным. Я знаю лично людей, которые поехали или в Украину, или на границу с ней, чтобы помогать беженцам, помогать людям. И это очень достойный выход для эмоций, на мой взгляд. Так вот, когда ты хочешь направить какую-то физическую агрессию, вообще, ты хочешь, ты ощущаешь агрессию, для начала стоило бы хорошо осознать. Вот прежде чем ее выпустить, распробовать, знаете, как ценители вина или коньяка, они вот там на языке покатают, а потом его или выпьют, или, как дело, профессиональные сомелья, они его выплюнут. вот свою агрессию тоже стоит покатать на языке. Не важно, как. Ты собираешься ее высказать, написать, ты собираешься физически ее проявить, ты распробуй ее, прочувствуй и подумай, о чем она. И любая агрессия, которая ищет выхода, совершенно точно изначально агрессия, которая и так жила в тебе и находит повод, справедливый или несправедливый, когда ты можешь выпустить ее наружу. Но выпускание этой агрессии наружу есть последствия. Поэтому если ты не очень импульсивный человек, то ощути ее, подумай, как на кого ты собираешься ее выпустить, каким последствиям это приведет и готов ли ты принимать на себя все эти последствия. Еще раз, мы не можем запретить людям выпускать их эмоции, как угодно. в публикации постов в поддержку кого-то, в вывешивании флагов на своей аватарке в интернете и так далее. Все это вполне легитимные способы проявления эмоций. Мы не можем держать свои эмоции, поэтому мы взорвемся. Но мы точно можем понимать, насколько деструктивны, разрушительны наши или нет наши способы проявления тех самых эмоций. Если они деструктивны и разрушительны, мы всегда можем попробовать ответить на вопрос, готовы ли мы к этому и к этим последствиям. Интересный момент, что есть люди, которые четко обозначают свою позицию, могут вывесить на аватарке флаг Украины, написать, что я против войны, я осуждаю ее, а кто-то находит какое-то удовольствие, как человек, который чешет место, которое он уже расчесал до крови, заходить на странички своих оппонентов, людей, которые придерживаются противоположных взглядов, и вступать с ними в дискуссии, писать какие-то... Ну, то есть вот здесь вот эта грань достаточно четко проявляется, то есть человек, который готов в, как называют, холивар вступать, или он просто обозначает свою позицию, и он говорит, да, я считаю, что я выражаю свои мысли, целиком поддерживаю. То есть это, в принципе, мне кажется, здесь достаточно четко видно, что есть какая-то грань. Я думаю, конечно, люди, которые были троллями всегда, они тролли и сейчас. То есть их основная цель даже не борьба за справедливость, а провоцировать своих собеседников на негативные эмоции, в бесплодные дискуссии, в обмен оскорблениями и так далее. Есть очевидные люди, которые искренне считают, что, вступая в эти дискуссии, они борются за правду. Они борются со злом, они разоблачают людей, которые, по их мнению, категорически неправы. Они, к сожалению, в спорах с ними переходят на личности. Очень многие занимают такую высокомерно поучительную позицию. Такая позиция носителя истины. Вот мне всегда эта позиция очень странная. Когда кого-то так поучаешь, поучаешь, ты знаешь что-то, чего не знают другие. А знаешь, скорее всего, тоже знают все. То, что ты читал в интернете, смотрел по телевизору и так далее. Больше ничего ты не знаешь. Очевидно, всю правду о происходящем мы узнаем через много лет, если узнаем. Конечно, мы и о Второй мировой не все знаем на сегодняшний день. вот поэтому мне кажется, что война, которую я категорически осуждаю, она совершенно ужасна и чем скорее она закончится, тем лучше. Но если мы эту войну продолжаем в себе, в отношениях с окружающими, с людьми, если мы множим эти конфликты, вот я, честно говоря, не пишу на эту тему вообще ничего в Фейсбуке и не комментирую. Я себя не ставлю никому в пример. Я просто задаю себе вопросом зачем? Вот если я что-то напишу или в какую-нибудь дискуссию, какой будет от этого толк? Я действительно кого-то смогу в чем-то убедить? Кого-то сильно интересует мое мнение? Вряд ли. Вот мы здесь на передаче это обсуждали, на нашей передаче есть какой-то круг слушателей. Ну, интересно, они могут согласны или не согласны. Мое мнение точно не является истиной в последней инстанции, да, возможно, истиной вообще не является, кто его знает. Но я точно знаю, что если я напишу что-нибудь в Фейсбуке, скорее всего, это навлечет десятки комментаторов и развернется очередной скандал и ругань. Уже не со мной, потому что я не ругаюсь, а друг с другом. И создать очередную точку, в которой люди будут осыпать друг друга проклятиями, оскорблениями, ироническими выпадами и так далее, я не вижу смысла. Вот, когда ко мне приходят мои пациенты, я говорю с ними о том, что и то, что их войны в частности. Вот я вижу смысл, потому что мы всегда, я тоже говорил и повторю еще раз, мы всегда, разговаривая о боли, об агрессии, о тревоге, выходим через них на те же чувства, жившие в самом пациенте и в его жизни задолго до всякой войны. Человек всегда свою боль, агрессию, тревоги найдет, как приложить к конкретной теме. И анализируя его чувства, мы приходим к каким-то воспоминаниям, к пониманию и так далее. Вот, я, безусловно, за мир, то, что я стараюсь сделать, это привнести мир в души моих пациентов, потому что будет спокойнее им, будет спокойнее людям вокруг них. Рейль Резник Мартов, врач-психиатр-психотерапевт, программа «Диагноз недели». Спасибо большое, до следующего понедельника. До следующего понедельника. Всего доброго.